Создание архивных коробок дело трудоемкое и кропотливое. Собирают их строго по ГОСТу. Все швы должны быть склеены идеально ровно. Павел Власов с картоном давно на ты несколько минут и аккуратный бокс отправляется на стеллаж для сушки. В профессии он уже 14 лет, говорит, работа его вдохновляет. Главное, втереть, иначе он не проклеивается опять же. На ленте должен быть тертый клей обязательно. Ленту саму коробку тоже надо промазать. Как определился, клей бывает разный. В 80-х годах Павла признали инвалидом. Начались проблемы с работой, не получалось долго задерживаться на одном предприятии. Хотя в трудоустройстве отказывали редко, оборудованных рабочих мест для людей с инвалидностью не было. Все изменилось, когда он попал в картонный цех. Признается, что нашел не только место по душе, но и настоящую любовь. Жена Павла Марина инвалид по зрению. Сейчас они работают за одним столом. Вместе делают коробки для множества организаций. На Севертаре работают 46 человек, большинство из них с ограниченными возможностями здоровья. Производят они коробки для пиццы, подарочные упаковки и даже салфетки. Вы начинаете знакомство с работой регионов именно с Мурманской области. Совсем недавно в Мурманской области состоялась специальная конференция. Представители федеральной и местной власти общественных организаций обсудили вопросы развития доступной среды, лечения людей с инвалидностью по зрению, а также проблемы трудоустройства. Весь центр Федорова, академика, был создан на деньги Всероссийского общества слепых. 63 миллиона в 1972 году рублей отдало Всероссийское общество слепых, чтобы нас было меньше. Ну, вроде меньше нас не становится, к сожалению. Всего в Мурманской области в органы службы занятости за прошлый год обратился 881 человек. Из них 48 инвалидов по зрению. Больше половины смогли трудоустроиться. Данил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ21+.